Некоторые эти глаголы при добавлении предлога практически не меняют свою суть, и поэтому их легко запомнить. Ну, например, если вы знаете awake, просыпаться, то wake up, то же самое, просыпаться. Но некоторые абсолютно меняют свой смысл, и их придется запоминать. Для примера возьмем carry, нести. Но стоит только добавить on, получается carry on в совершенно другой смысл. Это продолжать. Продолжать что-то делать, продолжать движение или какое-то действие. Look out, watch out. Это значит be careful, будь осторожен. Допустим, человек переходит дорогу и невнимательно, не видит приближающуюся машину. Тогда женщина ему кричит, look out, то есть осторожно, смотрите. There is a car coming. Машина приближается. Следующий глагол, come on. Или иногда вы можете услышать такое ближе к а. Come on. У него несколько основных значений. Поторопись, не возись. Ну, давай. То есть начинай какое-то движение там или процесс. Ну и третье такое значение, как добрось ты, перестань. Если кто-то, ну, предположим, лапшу вам на уши вешает, вы можете сказать, come on. Типа, хватит, перестань. Come on. Everybody is waiting for you. Давай, быстрее, все ждут тебя. Рекламка кафе. И вот они как бы зазывают. Давай, заходи. Come on in. То есть заходи в кафе. Come on. You can do it. Ну, давай. Ты можешь это сделать. О, come on. Don't lie. О, да перестань. Прекратил гать. О, come on. Stop pretending. Pretend – притворяться. То есть, да ладно, хватит вам притворяться. Ну и Санта-Клаус. Come on, ladies. Tell Santa what you really want. Ну, давайте, женщины, расскажите Санте, что вы действительно хотите. Hold on. То же самое, что и wait. Ждать. Can you hold on a moment, please? Вы можете подождать минутку, пожалуйста? Carry on. Продолжать. Продолжать работу, например. Don't stop working. Carry on. Не останавливайте работу. Продолжайте. Excuse me. Where is the station, please? Простите, где находится станция, пожалуйста? Carry on along this road and turn right at the traffic lights. Продолжайте движение по этой дороге и поверните направо на светофоре. Go on, walk on, drive on. Предлог on имеет такое свойство, как продолжать, продолжение чего-то. Все эти глаголы переводятся go on, продолжайте движение или вообще продолжайте. Walk on. Продолжайте идти пешком. Drive on. Продолжайте ехать. Don't stop here. Drive on. Не останавливайте здесь. Продолжайте ехать. Take off. У него два основных значения. По отношению к самолету, это взлет самолета. Leave the ground. То есть отрыв от земли. А также его применяют, когда, например, снять что-либо, там, одежду или шляпу. The plane took off twenty minutes late, but landed on time. Самолет взлетел двадцатью минутами позже, но приземлился вовремя. Wake up. Ну, здесь совсем близко. Wake – это просыпаться. Wake up – то же самое просыпаться. Этот предлог up очень часто дает такое, как бы, энергию, силу или что-то такое, как бы усиливающий глагол. Stop sleeping. То есть прекратить спать, проснуться. I often wake up in the middle of the night. Я часто просыпаюсь в среде ночи. Get up. Get out of bed. Одно из значений – встать с кровати, то есть начать рабочий день. Я вам хочу сразу сказать, не обязательно get up – это именно встать после сна. Можно и вообще, если, например, кто-то на земле находится, можно сказать get up, то есть подымайся, вставай. What time do you usually get up in the morning? Во сколько вы обычно встаете утром? Grow up – become an adult. Расти, вырастать, взрослеть, то есть становиться взрослым. What does your son want to do when he grows up? Что твой сын хочет делать, то есть чем он хочет заниматься, когда вырастет? Speak up – говорить громче. Speak more loudly. I can't hear you. Can you speak up a bit? Я не слышу вас. Можете вы говорить немножко громче? Wash up. Мыть посуду после еды. Wash the dish plates after a meal. After we've finished eating, we've washed up. После того, как мы закончили кушать, мы помыли посуду. В американском варианте более широко применяется он, не только о посуде, там, о руках, можно сказать, или еще о чем-то. Hurry up. Go more quickly. То есть двигаться быстрее. Или торопиться, поторопиться. Hurry up. We haven't got much time. Быстрее, поторопись. У нас нет много времени. Give up. Stop trying. То есть сдаться, прекратить попытки. I know it's difficult, but don't give up. Keep trying. Я знаю, это трудно, но не сдавайся. Продолжай пытаться, продолжай попытки. И второе значение. Прекратить что-либо, то, что вы делали. Ну, или бросить какую-то привычку. Например, бросить курить. She gave up smoking. She doesn't smoke. Она бросила курить. Она не курит. Slow down. Go more slowly. То есть помедленнее двигаться, более медленно. You're driving too fast. Slow down. Вы едете слишком быстро, помедленнее. Не обязательно по отношению только к движению. Если кто-то быстро разговаривает, вы можете тоже сказать Slow down, please. То есть помедленнее. Ну и последний фразеологический глагол в этом списке. Break down. Stop working for cars, machines, etc. То есть поломка. Прекратить работать по отношению к машинам, механизмам. В данном примере у нас машина сломалась. I'm sorry I'm late. The car broke down. Извините за опоздание. Машина сломалась. Теперь самостоятельно потренируйте свое произношение с дикторами из Британии. Come on, we'll be late. Поторопитесь, мы опоздаем. Come on, we'll be late. Come on, you can do it. Ну давай, ты можешь сделать это. Come on, you can do it. Oh, come on, don't lie. О, да перестаньте. Не лгите. Oh, come on, don't lie. Go on, I'm listening. Продолжай, я слушаю. Go on, I'm listening. The plane took off from Heathrow. Самолет взлетел из Heathrow аэропорта. The plane took off from Heathrow. James обычно просыпается рано. James обычно просыпается рано. Hurry up, we're late. Поторопитесь, мы опаздываем. Hurry up, we're late. I give up. What's the answer? Я сдаюсь. Какой ответ? I give up. What's the answer? You shouldn't give up so easily. Тебе не следует сдаваться так легко. You shouldn't give up so easily. The ice on the road slowed us down. Лед на дороге замедлил нас. The ice on the road slowed us down. Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский с сайта...